В Мордой официально отменен указ главы региона, согласно которому более трех лет назад был введен режим повышенной готовности. Тогда его ввели из-за пандемии COVID-19. На неделе все оставшиеся ограничения были официально сняты. На передовой борьбы с инфекцией вместе с врачами все это время была первая вице-премьера регионального Кабмина Галина Латванова. Она согласилась дать нашей программе большое интервью и сейчас самое интересное из нашей беседы. Во-первых, первые недели и месяцы пандемии стали настоящим стресс-тестом для всех – для мира, для страны и для республиканской системы здравоохранения. Да, самые тяжелые были первые месяцы, когда мы не знали, что и как. Когда самые пиковые ситуации мы разворачивали 2780 коек. Если у нас на сегодняшний день коечный фонд 5400, то мы разворачивали 2780 коек. Это было очень много. И, соответственно, наши медицинские работники, организаторы здравоохранения большие молодцы, что мы могли сорганизоваться, развернуться и оказывать медицинскую помощь. Именно тогда в обиход вошли маски, преграда на пути инфекции, самоизоляция, когда лучше побыть дома, и чтобы не разносить, и чтобы не подхватить вирус. Врачи – герои пандемии, вакцина, российская, первая в мире, как луч надежды. Про эти годы точно снимут кино, но тогда мы все были, как будто бы внутри фильма «Катастрофы». Катастрофы не случилось, медицина мобилизовалась, постепенно вирус ослаб. Сегодня COVID-19 – обычная сезонная инфекция, но последствия ее могут быть серьезными. Это заболевания легких, это опорно-двигательная система, это те заболевания, которые возникли как осложнение после COVID-19. Не проходя диспансеризацию и не проходя профосмотра, мы можем упустить заболевания. Поэтому я обращаюсь к нашим жителям. Особенно возрастную категорию надо в обязательном порядке прийти и пройти профосмотр и диспансеризацию. Режим повышенной готовности снят по рекомендации Роспотребнадзора, но сам коронавирус, пусть и не те жуткие штаммы, что были пару лет назад, не исчез бесследно. Маски для тех, у кого есть симптомы, должны стать нормой жизни. Вообще, ношение маски – это культура человека и отношение к другим людям. Когда человек кашляет, чихает, и он едет в общественном транспорте, наверное, для того, чтобы защитить людей, которые рядом, нужно носить маску. Для того, чтобы не передавать эти инфекционные заболевания, нужно мыть руки. И чем чаще обрабатывать руки, тем лучше. Ведь было время ковида, когда мы мыли, обрабатывали, носили маски. И это в какой-то части нас защитило от такой массовой распространенности. Не секрет, что и сама Галина Латванова перенесла COVID-19. Отмечу, она согласилась ответить и на этот весьма личный вопрос. Я два раза болела. Первый раз, я бы сказала, не так тяжело, но лежала в госпитале. И второй раз COVID подсоединился к гриппу. Да, была высокая температура, болела тяжело. Но я хочу сказать, что надо проходить осмотр для того, чтобы понимать, что вот эти последствия не повлияют на состояние здоровья. На что еще нам открыла глаза пандемия? Наверное, на то, что надо уметь слушать и слышать и друг друга, и врачей. Не поддаваться панике, сохранять холодную голову, чтобы не происходило вокруг. Фильтровать информацию, проверять ее на истинность. В общем, пандемию пережили. И это радует. Продолжение следует...